Власти Польши затеяли передел географической карты мира. Они намерены перекопать заповедную зону Балтийской косы и создать новый водный путь. В апреле 2017-го президент Польши подписал указ о начале строительства. Искусственный канал соединит Гданьскую бухту и Мислинский залив и избавит польские суда от необходимости заходить в российские территориальные воды. Для строительства канала длиной в полтора километра придется вырубить реликтовые сосны и разрыть песчаные пляжи. Это подорвет экологию региона. Водные ресурсы Балтики окажутся под угрозой. Тревогу бьют не только защитники природы. Военные уверены, истинная цель строительства – обеспечить восточному флангу НАТО свободный доступ к Балтике. Специалисты считают, началась новая эра геополитических войн. В скором времени все наши представления о географии могут оказаться ошибочными. Карта мира изменится до неузнаваемости. Ну, сейчас мы вообще переходим к этапу, когда человек начинает, собственно, рисовать на этой карте в буквальном смысле, потому что, к примеру, в Арабских Эмиратах, там, где в Дубае начали строить искусственные архипелаги, которые при взгляде с самолета или из космоса выглядят как картинка. То есть можем где-то сделать перешейк там, где его не было. Среди экспертов есть мнение, что наш мир будет становиться все более пугающим. Ведь люди просто перестанут его узнавать. Впрочем, уже сейчас с представлениями о континентах, океанах и границах государств происходит странная путаница. В августе 2016 года жительница Стокгольма заявила, что Австралия нереальна. И является вымышленным материком, за который выдают острова Южной Америки. Как ни странно, но эту точку зрения поддержали тысячи людей по всему миру. Неужели виной всему невежество? И эти люди просто плохо учили географию. Вот это называется диаполитическим визнем мира, которое формируется, изменяется каждодневно. Но что заложишь, то и получишь, естественно. Но, может быть, мы все заблуждаемся по поводу того, как выглядит наша планета. В ноябре 2016 года японский дизайнер Хаджими Нарукава опубликовал новую карту мира. От общепринятой она отличается огромными искажениями во всех направлениях. Однако японец утверждает, впервые в истории он создал точную карту Земли. Она, может быть, и есть, но у нашего человечества ее пока нет. Я уверен, что, возможно, какие-то высокотехнологичные параллельные цивилизации уже достигли таких технологий. И они используют такие высокотехнологичные голограммы для создания точных карт. Почему же никто на Земле не может нарисовать точную карту мира? Что с ней не так? И какими последствиями это оборачивается для стран и каждого из нас? Все карты лгут. Размеры стран, их пропорции, местоположения и границы – все не соответствует действительности. Калифорнию еще два века назад рисовали как остров, а на карту Африки наносили несуществующий горный хребет. Для чего картографы создают модель придуманного мира? Кто сдвигает государственные границы и провоцирует военные конфликты? Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Сегодня в программе «Магия географических карт». Рисуем на карте – получаем в реальности. Рождаются определенные чувства несудотворенности, несогласия с существующими границами. И, повторяю, это совсем не невинно. Большой секрет западных картографов. Почему материки океана на современных картах изображают в проекции 16 века? Площади искажают со страшной силой, особенно в северных областях. Опасность снаружи и изнутри. В чьих интересах разжигают картографические и территориальные войны? Представители 13 наиболее влиятельных банкирских домов Запада являются, можно так выразиться жаргонно, долговременным выводком, что ли, или генетическим проектом по скрещиванию генома человека и генома некой внеземной цивилизации. За границами стереотипов, как выглядит мир на самом деле. Я хочу сказать, что там, конечно же, никаких контуров стран или каких-то различий, границ, естественно, нет. Валерий Чкалов совершил первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс США. 20 июня 1937 года он успешно приземлился на аэродроме Ванкувера. В первой половине 20 века был проложен кратчайший маршрут из Старого Света в Новый, минуя Атлантику. Но сегодня мало кто задумывается, что это самый рациональный путь, в том числе и потому, что наш мир перенесен на карту определенным образом. То, что можно летать из Америки в Евразию через Северный полюс, это не очевидно при взгляде на обычную карту. А это тоже политический момент, потому что это и ставит вопросы о геополитической роли России в Арктике, ставит вопросы о развитии Сибири и населенных пунктов за Полярным кругом. Вот карта мира, к которой мы все привыкли со школы. Именно таков в нашем представлении и есть мир. Вот остров Гренландия. Мало кому из нас доводилось там бывать, но глядя на карту мы можем вообразить захватывающий дух картины. В лучах северного солнца сверкают ледники, через них проступают вершины гор, где-то вдаль им чатся северные олени, и все это происходит на самом большом острове Земли. Острове, который, подумать только, больше целой Австралии и почти равен Африке. Но не тут-то было. На самом деле в Австралии поместятся почти три Гренландии, а в Африке 14 Гренландий. В этом легко убедиться, если сравнить площади этих стран. Но при этом Гренландия изображена на карте огромной. Не иначе, как на радость Дании, которой принадлежит этот остров, и которая в представлении миллионов людей сразу становится страной куда более весомой. Впрочем, странным образом на карте мира раздулась не одна Гренландия. Вы будете удивлены, но Япония на самом деле меньше Марокко. Даже если брать Марокко без спорных территорий Западной Сахары. Площадь Марокко около полумиллиона квадратных километров. Японии чуть больше 350 тысяч квадратных километров. А вот так они выглядят на карте мира. В результате с неправильными убеждениями вырастают, живут и умирают миллионы людей. Но почему карты рисуют так? И можно ли им доверять? Нам кажется, что мир, он объективен, и вот он такой, какой он есть. Но как только мы начинаем рисовать карты, мы тут же переходим в область интерпретации. То есть карта – это не территория, она никогда не будет ей. Но кто делает нас заложниками интерпретаций? Ведь карты – это не детский рисунок, в котором нереальные и вымышленные имеют право на существование. Какой смысл вести картографические войны, когда все материки давно открыты и обмерены, а океаны изведаны? И что, если древние люди знали об устройстве мира лучше нас и изображали его вернее, чем мы? Как бы парадоксально это ни звучало в 21 веке. Это одно из самых старых изданий, документов картографических, которые хранятся в нашем отделе. Это география Птолемея, созданная великим картографом-меркатором. Это вот первая карта мира. Древний астроном, географ и математик Клавдий Птолемей считается основоположником картографии. Во II веке нашей эры он обобщил и систематизировал знания античных ученых о Земле и Вселенной в своем сочинении «Руководство по географии». Птолемей составил подробную карту мира, которая удивляет специалистов до сих пор. Вот, например, такое с позиции современной довольно-таки подробное и точнее изображение Средиземного и Черного моря, откуда оно появилось у Птолемея, никто этого не знает. Абсолютно. Удивительно, но не менее точными в своих представлениях об окружающем мире были и предшественники Птолемея. Первым определил размеры Земли, причем очень точно, эротосфен. Это III век до нашей эры, это задолго до Птолемея. И размер земного экватора по эротосфену отличается от современного всего лишь на 9 километров. Вы представляете себе? Вот, а потом стали проводиться другие какие-то измерения, и в обиход вошел неверный размер, преуменьшающий земной экватор, причем довольно приличный. Почему же данные о мире вдруг начали становиться не более, а менее точными? И это касается всего, в том числе и географических карт. Примечательно, что примерно в это же время, во II веке нашей эры, в Греции появилось первое общество иллюминатов. Его создал жрец по имени Монтан, который объединил последователей культа богини-плодородия Кибелы и членов зарождавшихся тогда христианских общин. Сутью данного движения состояла в том, что людям необходимо готовиться к концу света, для чего нужно отрешиться от всех мирских дел и удовольствий для полного духовного очищения. Тогда иллюминаты просуществовали недолго. Греческий император-язычник быстро разогнал новоявленных мессий. Однако их идеи оказались на удивление живучей. Интерпретировать их на свой лад взялась средневековая церковь. Именно в средние века постулат «меньше знаешь, лучше живешь» стал, можно сказать, программным. Учения о шарообразности Земли оказались забыты. Все достижения науки античного времени перечеркнуты, а на картах мира появились русалки, люди с пёсими головами и прочие чудовища. Это были так называемые монастырские карты, которые представляли мир по тому, как он был описан в Библии. Если говорить об ориентировке, конечно, вся ориентировка была на Иерусалим. И на этих картах изображались некие реалии именно библийские. Земля Гогова над Гогой и вся эта вот цена. Всё, что связано с представлениями о Баде. По монастырским картам можно было найти дорогу в рай или в ад, но никак не в новые страны. Их составляли монахи, которые жили за высокими стенами монастырей и даже не нюхали морского ветра. Сегодня карты с русалками и чудовищами уже никого не введут в заблуждение. Но стало ли изображение мира объективным? Или мифическим персонажем просто нашлась достойная замена? Человек учится по определённым учебникам, в которых могут содержаться стереотипы определённые, и они действительно есть. В которых есть определённые фотографии, схемы, карты, таблицы, несущие определённый заряд информации. Вот это называется геополитическим визнением мира, которое формируется, изменяется каждодневно. Смотрите далее. Вы с какой планеты? Почему жители Земли друг для друга инопланетяне? Если вы приедете в Америку и возьмёте там у них атлас мира, то там нарисована как? Евразия разделена пополам и на периферии. Географические провокации. Как редактируют представления о мире? Новые поколения, например, американцев, японцев, европейцев, говорят, Ваша Сибирь – это независимое государство, Ваш Урал – это независимое государство. Что задумали иллюминаты? Секретные карты мира будущего. Нарисованы такие вещи, которые просто понимают, что реально просто человечество могло быть самоуничтожным. Вплоть до 16 века церковь пыталась убедить людей, что на Земле существуют ад, рай и другие мифические страны. Однако эпоха великих географических открытий всё же настала. Новые знания перестали вписываться в прежние географические представления. Их требовалось оформить и осмыслить. И тут в истории картографии появился Герард Меркатор, человек, глазами которого мы видим мир до сих пор. Главная задача жизни, так как он сам писал, главная задача жизни своей, он считал перенос на бумагу изображение Земли. То есть он мечтал изобразить Землю на бумаге. Как известно, Земля имеет форму сфероида. Шарообразность нашей планеты – главная трудность при переносе её изображения на плоскость. В 16 веке Герард Меркатор разработал проекцию, которой картографы пользуются до сих пор. Учёный условно придал Земле форму цилиндра, а не шара. А дальше как бы раскатал рулон цилиндр на плоский лист бумаги. Так трёхмерная планета была вписана в двухмерную реальность. Все меридианы в проекции Меркатора изображены параллельными прямыми, пересекающимися под прямым углом прямыми же параллелями. Прокладывать курс, используя правильные углы и направления, стало крайне удобно. Почему Меркаторская проекция стала главной проекцией навигационных карт? Потому что на этой проекции проложенный на ней курс будет соответствовать точно курсу на земном эллипсоиде. Хотя он не будет кратчайшим, вот таким, но он будет соответствовать углу, под которым надо держать всё время курс корабля, и тогда корабль придёт из точки А в точку Б без всякой ошибки. Тем они и хороши в проекции Меркатора. Герард Меркатор успешно решил главную задачу своего времени. Он создал проекцию, которая обеспечила развитие навигации на планете и стала инструментом для будущих спекуляций карты мира в геополитических интересах разных стран. Но об этом Меркатор, конечно, не подозревал. Вот для мореплавания, для навигации, вот эта вот карта, карта Меркатора мира, она была незаменима. Использовать её для каких-то других целей может быть неправильно, но она используется для этих целей. В 1734 году была издана первая генеральная карта Российской империи. Она была составлена в проекции французского астронома Дейлиля, который на тот момент работал в Российской Академии Наук. А через некоторое время, в 1745 году, была новая карта создана, по новым уже данным, уже прошли две камчатских экспедиции. И математик Эйлиур Великий, который тоже работал в это время в Русской Академии Наук Российской, он поправил эту проекцию. Благодаря тому, что проекция была исправлена, то это дало повод императрице сказать, тут у меня один профессор, тут полстраны уничтожил. Потому что просто оказалось, что Россия не так вытянута в широтном расположении, как было предположено на той проекции. Метаморфозы, которые могут творить со странами проекции, поистине удивительны. А самое главное, что непосвященный человек, глядя на карту мира, никогда не заподозрит, что с ней что-то не так. Вот тут мы как раз о том, о чем мы говорили, про искажение. Вот псевдоцилиндрическая проекция, и вот, пожалуйста, вам территория Австралии, она практически, наверное, по площади соответствует всей остальной Земле. Как же выглядит мир в равноугольной цилиндрической проекции Герхарда Меркатора? Если в проекции Меркатора составлена карта мира, то там ужасающие искажения на севере. К северу вот параллели в проекции Меркатора начинают расходиться, как бы расстояние между ними становится все больше, больше и больше. И из-за этого площади искажаются со страшной силой. И там, например, какая-нибудь Баффинова земля будет выглядеть больше европейской части значительно. Тем не менее, проекция Меркатора самая популярная в мире. Она используется не только при изготовлении печатных карт мира, но и в самых известных американских картографических приложениях и онлайн-сервисах. Неужели за 500 лет, что прошли со времени ее изобретения, не было придумано ничего более совершенного? Почему нам упорно навязывают именно такой мир? При современном уровне развития картографии проекция может быть любая. В зависимости от того, что вы хотите, можно любую проекцию вычислить. Проекций много. Давайте внимательно посмотрим на карту мира в проекции Меркатора еще раз. На ней Европа, если не брать территорию России, выглядит так, как будто она больше, чем Южная Америка, а все страны на африканском континенте кажутся какими-то маленькими. Но если мы расположим страны в линеечку, чтобы искажения были одинаковыми, то увидим их истинное соотношение и поймем, как сильно заблуждаемся по поводу реальных размеров. Как мы здесь относимся к картам? Как к чему-то объективному или как к некому социальному, юридическому и бизнес-конструктору? Я думаю, что второе. Если поместить Соединенные Штаты рядом с Австралией, они окажутся неожиданно маленькими. На самом деле Южная Америка больше Европы почти в два раза, а Алжир, Республика Кондо, Судан, Ливия и Чад довольно большие страны. Любая проекция, она все равно будет искажать изображение. Поэтому они могут быть равнопромежуточные, или равноугольные, или равна... Какие-то у нас еще бывают проекции. В зависимости от того, что хочет показать создатель карт. Мы устроены так, что подсознательно связываем размер со значимостью и властью. Глядя на карту в проекции Меркатора, большинство жителей Земли будут невольно преувеличивать размеры и важность европейских стран в ущерб Азии и Африке. И понятно тогда становится, почему африканцы на свой страх и риск, на утлых латчонках, рискуя жизнью, пересекают Срезвенное море, стремясь достичь этой земли обетованной, более богатых стран и регионов. Карты, созданные в проекции Меркатора, веками помогали западной цивилизации занимать доминирующее положение и создавать предубеждения против стран, которые европейские империалисты называют странами третьего мира. Между тем, именно в Африке сегодня находятся интересы таких держав, как США и Китай. Африка – это нефть, алмазы, уран и другие полезные ресурсы. Кроме того, Африка – это колыбель человечества. А по мнению многих ученых, именно на африканском континенте обитали древние цивилизации, которые знали об устройстве Земли гораздо больше, чем знаем мы сейчас. При взгляде на крохотные участки суши, которыми изображены на карте страны Африки, создается впечатление, что ценность этих стран невелика. Именно такое видение выгодно странам Запада. Кроме того, если учесть, что традиционно вверху карты располагается северное полушарие, а внизу южное, то люди подсознательно начинают делить мир на тех, кто выше, и тех, кто ниже. Что общего между географической картой мира и игрой в карты? Оказывается, материки и океаны на карте мира можно тасовать так же, как игральные карты в колоде. Наше представление о том, где находится Индия и Китай, не более чем иллюзия. На нашей планете четыре океана и шесть материков. И десятки вариантов расположить их на карте мира. Отображение мира на карте, оно всегда несет отпечаток представлений человека. Начиная от того, что мы размещаем в центре, и где у нас вверх, где у нас вниз. То есть тоже тут есть разные традиции, что север сверху – это только один из способов видеть на ситуацию. Где мы разделим, например, земной шар по линии переменной дат в Тихом океане, или, значит, где-то еще в другом месте. Тут могут быть разные варианты. Соответственно, это всегда имеет огромные, фантастические, огромные политические последствия. Вы с какой планеты? Возможно, этот вопрос мы когда-нибудь будем задавать прилетающим на Землю инопланетянам. А пока можем спрашивать об этом друг друга. Ведь если посмотреть на карты мира, которыми пользуются в разных странах, станет понятно, что все мы живем на разных планетах. В современной картографии очень много инструментов, чтобы отразить представление о мире. Как элиты, так и, собственно, всего населения. Сколько стран, столько и карт мира. Вот привычная для нас карта мира. А вот европейская. Здесь ось мира проходит уже не через Москву, а через Лондон. Экватор смещен вниз, и южное полушарие, кажется, меньше. Вот так видят мир австралийцы. Их карта повернута на 180 градусов. И на головах ходим мы с вами. На своей карте мира ЮАР оказываются полуостровом, который вклинился между двумя океанами – Индийским и Атлантическим. На этой карте Тихоокеанский регион и Россия уходят на периферию мира. Если поедете в Японию, там, наоборот, Япония по сведению с Тихим океаном, а Америка с Европой по периферии. То есть каждая страна рисует себя в центре мира. И, соответственно, это как бы преподносится, что весь остальной мир крутится вокруг той страны, которая себя изобразила. Конечно, свой эксклюзивный мир есть и у американцев. Начиная со школьной скамьи, американцы знают, что Земля выглядит вот так. Карта мира по-американски. Если вы приедете в Америку, и возьмете там у них атлас мира, то там нарисована как Америка посредине, с одной стороны Тихий океан, с другой Атлантический, а Евразия разделена пополам, и на периферии. Вместе с Евразией в американской версии мира разорваны Индия, Китай и Россия, которая поделена на две части – до и после Урала. Но зачем население США учит географии по таким неправильным картам? Это, на самом деле, одна из методик воспитания, внушения, вдалбливания в мозги подрастающего поколения, что реальность на самом деле другая. То есть будут воспитываться люди с уже заготовленной парадигмой, как нужно действовать по отношению к тому государству, чья карта перекроена. Евразия – самый крупный материк, который занимает треть всей суши планеты. Здесь живут 75% населения Земли, производится 60% мировых товаров и услуг и находится 75% мировых запасов энергоносителей. Но на американских картах мира этого гиганта просто не существует. И это, конечно, не случайно. По мнению экспертов, карта мира по версии США отвечает стратегическим целям американского правительства по переделу евразийского континента и ослабления России. Они именно создаются для того, чтобы новые поколения, например, американцев, японцев, европейцев, говорят, да нет, это вот совсем не так. Допустим, Ваша Сибирь – это независимое государство, Ваш Урал – это независимое государство. Под видом геополитических прогнозов американские агентства выпускают неофициальные карты мира. На них Россия выглядит как Европа, состоящая из пёстрых лоскутков. Независимыми изображены почти все регионы, за исключением небольшой территории вокруг Москвы. Такие карты активно публикуют в интернете, периодически вбрасывая их на русскоязычные ресурсы. Чтобы внутри страны были люди, которые искренне считают, что Сибири будет лучше без Москвы, что она сама себя прокормит, что она будет этаким филиалом Арабских Эмиратов для их жителей. Безусловно, такие силы есть. Такие же силы 26 лет назад действовали и в масштабах Советского Союза, когда тоже говорили в каждой республике, что без Москвы ей будет лучше. Впрочем, на территориальную целостность России покушаются не только американские карты мира. Япония выпускает детские мячики в виде глобуса со своими курилами. Финляндия пририсовывает Карелию, Германия – Калининград, Эстония и Латвия закрашивают в свои цвета Псковскую область. Китай переназывает Благовещенск, Хабаровск и Владивосток как свои города. То есть стремление нас расковыть как можно больше. Это же ясно. Сибирь оторвать – это розовая мечта. И они очень много для этого делают. Это причем с двух сторон. И со стороны Запада, ну, в целом, такого объединенного Запада, как это можно сказать, Европа, Америка, и со стороны Китая. И сейчас можно найти карты, по крайней мере, издающиеся на Тайване, где граница Китая, вот, исторические, так называемые границы Китая, пробудет вдоль побережья Каспийского моря, пожалуйста. Вот вам картографическая война. И такая уж она смешная, надо сказать. Но почему Единая Евразия и Единая Россия не дают покоя нашим соседям по планете? Еще в начале 20 века один из самых знаменитых английских геополитиков Халфорд Макиндер высказал свое видение по поводу мирового господства. Он сказал, «Тот, кто контролирует большой остров, тот командует миром». Под большим островом Макиндер подразумевал Евразию. Центр самого большого материка на планете находится на территории Афганистана. Именно туда, в 21 веке, под видом благой миссии найти и устранить Бен Ладена, были стянуты силы НАТО во главе с США. Впрочем, многие считают, что охота на Бен Ладена была лишь предлогом. А истинные интересы американцев в Афганистане заключались в другом. В древности эти территории считались местом силы. Именно в горах Афганистана в 15 веке возродилось тайное общество иллюминатов. Духовный лидер Баязет Анзари создал движение, которое называлось «Просветленное». Задачей этого движения было ни много ни мало борьба за мировое господство. На пути к достижению данной цели адепты данного движения должны были пройти 8 стадий. 8-я означала переход в состояние обладания магическими силами просветления. По целому ряду причин захватить мир в 15 веке у иллюминатов не получилось. Но вполне возможно, что в горах Афганистана они спрятали оккультные знания, доступ к которым и пытаются получить их преемники. Тайное общество снова возродилось в 18 веке. На этот раз под руководством баварского профессора Адама Вейсгалпта. Цель осталась прежней – установление нового мирового порядка. Несмотря на то, что вроде как существует организация объединенных наций и политики всего мира говорят терминами мирового сообщества, но на самом деле, на практике оказывается, что на Земле существует две или три крупные группировки государств, которые имеют свои интересы и свои цели. Эти интересы иногда настолько не совпадают друг с другом, что доводят человечество до грани какой-то серьезной, может быть, даже ядерной катастрофы. Некоторые исследователи выдвигают еще более сенсационную версию. По их мнению, иллюминаты действуют по указке враждебной нам инопланетной цивилизации, главной целью которой является разрушение Земли. Именно поэтому в 21 веке военные конфликты, спровоцированные мировой элитой, охватили практически всю карту мира. По странному стечению обстоятельств, одни из самых кровопролитных войн разгораются как раз по периметру Евразии. Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Египет, Сирия, Ирак, Иран. Наступление на Большой остров идет со всех сторон. Дэвид Айк сделал такое предположение, выдвинул гипотезу о том, что представители мировой закулисы или представители 13 наиболее влиятельных банкирских домов Запада, представляющих мировую закулису, являются, можно так выразиться, жаргонно, долговременным выводком, что ли, или генетическим проектом по скрещиванию генома человека и генома некой внеземной цивилизации. Ну, вот, эта гипотеза, конечно, спорная. Смотрите далее. Знаменитая карта адмирала Пьерри Рейса на самом деле подделка? Карта составлена в той проекции, которая в то время, в 1513 век, была неизвестна. Секрет точных знаний античных ученых о Земле разгадан. Кто на самом деле картографировал Землю в древности? С чего времена Александра Матидонского происходило очень активное взаимодействие между различными мирами на Земле? Им сверху видно все. Уникальные свидетельства космонавтов. Наблюдались какие-то вещи, похожие на объекты в виде треугольника, например. Известно, что еще в 19 веке масонами и иллюминатами был составлен план покорения мира посредством трех мировых войн. Третья мировая война должна начаться из-за расхождения во взглядах, вызванных между сионитами и арабами. В нее планируется втянуть весь мир. Самая необычная карта та, которая рассказывает про будущее. Я могу сказать, что самая необычная карта, которую я смотрел, это результаты Третьей мировой войны на территории России и Америки. Эти карты в глазах стоят, потому что вся территория Советского Союза и вся Европа покрывались черным цветом и были непригодны для жизни вообще. Нарисованы такие вещи, которые просто понимают, что реально человечество могло быть самым уничтожным. Есть ли на карте мира места, где в случае атомной катастрофы сможет укрыться человечество и смогут ли люди остановить передел земли? Антарктида. Именно этот ледяной материк в ближайшее время может изменить карту мира до неузнаваемости. Его земли уже становятся предметом спора. Норвегия претендует на территорию в 10 раз превышающую ее собственную. Австралия решила, что ей принадлежит половина Антарктиды. Станет ли Южный континент географическим центром планеты? И почему на картах мира он появился задолго до своего официального открытия? Некоторые ученые считают, что если атомная катастрофа случится, именно в Антарктиде сможет укрыться избранная часть человечества. Возможно, поэтому пристальный интерес к этому загадочному континенту не ослабевает уже более века. Данные научных исследований говорят, что Антарктида обладает колоссальными природными ресурсами и величайшим на Земле запасом пресной воды. Изотерики рассказывают о пещерах с теплым воздухом, которые находятся подо льдами Антарктиды. Они считают, что именно туда эвакуировался после Второй мировой войны Третий Рейх, а уфологи утверждают, именно на полюсах Земли можно выходить за пределы времени и контактировать с другими цивилизациями. Версии, которые делают Антарктиду едва ли не самым важным континентом на Земле, достаточно. Во второй половине 20 века сенсацией стало появление загадочной карты мира турецкого адмирала Пири Рейса, датируемой 1513 годом. На ней была изображена Антарктида, официально открытая русской экспедицией под руководством Фаддея Белинсгаузена и Михаила Лазарева лишь в январе 1820 года. Карта составлена в той проекции, которая в то время в 1513 век была неизвестна. То есть откуда ее, предположим, адмирал этот Пири Рейс перерезовывал неизвестно. Для того, чтобы составить карту вот в такой вот конфигурации нужно было изразнание сферической тригонометрии, что было изобретено тоже позже. Появилось предположение карта Пири Рейса бомба замедленного действия, заложенная под историю открытия Антарктиды. Ведь если Южный материк был известен уже в 16 веке, это умаляет значение открытия Антарктиды русскими мореплавателями и ставит под сомнение наше преимущество в освоении и изучении этой земли. На самом деле она датируется 1513 годом, как на ней написано, а чернила, которыми она была написана, они изобретены были несколько позже. Вероятно, это очень хорошая подделка. Вероятно, да. Однако не все так просто. Дело в том, что оригинала карты Пири Рейса почти никто не видел. Она хранится в библиотеке дворца Тапкапи в Стамбуле и выставляется крайне редко. И если это подлинник, то составить такую точную карту могли только представители древних высокоразвитых цивилизаций. Еще во времена Александра Македонского происходило очень активное взаимодействие между различными мирами на Земле. Так вот, это просто во времена промышленной революции уже в позднем Средневековье существование параллельных миров было забыто. То есть об этом было не принято говорить. А до этого, во времена античности и раньше, люди, плававшие по морям, знали о существовании параллельных миров. Эта версия как будто объясняет и происхождение загадочной карты Пири Рейса и небывалую точность представления о мире известных людям античности. Очень возможно что карты, которыми пользовались в древности отображали не только географию нашего мира, но также географию некоторых параллельных миров на Земле. Однако самая большая загадка карты Пири Рейса заключается в том, что Антарктида изображена на ней без ледяного покрова. Такое было миллионы лет назад, когда на Земле не было даже древних цивилизаций. Можно только фантазировать о том, что какие-то там пришельцы взяли, закартографировали. Каким-то совершенно невероятным путем эти картографические изображения пережили весь этот громадный исторический период и попали в руки европейцев. Ну, что мы здесь можем сказать? Я ничего не могу сказать, потому что все эти предположения, они ни на чем не основаны. Нет у нас данных никаких об этом. До сих пор все разговоры о существовании инопланетян и их влиянии на историю Земли вызывают в лучшем случае усмешки. Нас всеми силами стараются убедить, что их нет и быть не может. Но почему? Люди, которым посчастливилось выйти за пределы нашей Земли далеко не так категоричны. Дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Александров совершил два космических полета и провел на орбите 309 суток. За это время он не раз наблюдал странные явления, объяснить которые так и не смог. Я тоже некоторые вещи в космосе видел, мне непонятные. Например, огни в океане. Однажды ночью посмотрел, было темно совершенно, то есть мы шли на темной стороне Земли. И над океаном и наблюдали, я наблюдал различные конфигурации огней. То есть огни расположены то ли в шахматном порядке, то ли квадраты-треугольники, но они были таким полем. И мне было непонятно, что это за огни. наблюдались какие-то вещи, похожие на объекты в виде треугольника, например. Но не бывает космического аппарата в виде треугольника, который, ну, совершенно как геометрическая фигура, такого светлого фона. Эта вещь тоже длительное время двигалась параллельно, потом исчезала. То есть такие вещи появляются, которые объяснить невозможно, а отбросить, как будто этого не было, тоже нельзя. Но для чего представителям иных цивилизаций миллионы лет назад понадобилось составлять карту мира, на которой Антарктида еще не покрыта льдом? Ученые ломают головы над тем, откуда на карте Пири Рейса взялось изображение Антарктиды без ледяного покрова. Ведь так она выглядела еще в доисторическую эпоху. Но что, если карта Пири Рейса это не карта прошлого мира, а карта мира будущего? Предупреждение, посланное землянам нашими космическими союзниками. Вопрос в том, что как успеем ли мы осознать, что в наше время не беспредельно, что везение не будет бесконечным. И что, чтобы нам выжить, нам нужно перестать воевать, заниматься самоистреблением, самоуничтожением, а сконцентрироваться на решении спасительных задач. Льды Антарктиды стремительно тают. По прогнозам ученых, в результате глобального потепления под водой может оказаться все Атлантическое побережье США и большая часть Калифорнии. Частично будет затоплена Южная Америка, погрузиться в океан Австралия. Удивительно, но такой мир очень напоминает тот, что изображен на дошедших до нас фрагментах карты пири-рейса. Настанет ли он? Границы придумали животные, чтобы обозначить свои владения, а не метят территорию. Других способов отстоять интересы в дикой природе не существуют. Получается, что за десятки тысяч лет эволюции люди недалеко ушли от зверей. С каждым годом в мире растет количество вооруженных конфликтов, квази-государств и спорных территорий. Страны ожесточенно сражаются друг с другом за границей сферы влияния, а в людях всеми способами разжигают ненависть к соседям. Наша планета все больше напоминает пылающий шар. Когда начались конфликты в Красном море и начали гореть нефтяные вышки, мы видели эти шлейфы черного дыма, простирающегося на сотни километров над Красным морем между континентами. Это было вообще противоестественно и страшно. И тогда, конечно же, подумаешь, что же нам спокойно не живется. Смотрите далее. Границ не существует. Возможно ли это? Вы обязательно увидите Землю как единый ковер. Оружие внепланетного уничтожения. Как территориальные конфликты приближают конец Земли? Это подрывает, вообще говоря, нашу способность как цивилизации выживать. на протяжении сорока лет Индия и Бангладеш боролись за крохотный остров Нью-Мур в Бенгальском заливе площадью 10 квадратных километров, который в 2010 году взял и ушел под воду. Другого способа помирить враждующих не нашлось. Японский остров Хабора съели раки. На огромном айсберге уплыли в океан мыс Эймери бухты Тарихавн, Иванса и Инграм. Уже давно нет китовой бухты в Антарктиде, а полуостров Челюскинцев оторвался от материка, превратился в остров и растаял в теплых водах Индийского океана. Почему географические объекты пропадают с карты мира? Современный футуролог и провидец Гордон Майкл Скаллион подтверждает пророчество древних цивилизаций и прогнозы современных ученых. Земля вступила в стадию затопления. Скаллион нарисовал свою карту будущего мира. На ней от Японии осталось лишь несколько островков. Северные страны Европы, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания почти все ушли под воду. Та же участь постигла Тайвань, затонула большая часть Великобритании и Кореи. Но если мир и так ждет затопления, какой смысл разжигать кровопролитные войны? Ведь передел Земли случится сам собой. Вот если мы на ножах и, значит, конкурируем с друг с другом, да, вот это разрушительно. Это подрывает, вообще говоря, нашу способность как цивилизации выживать. То есть мы уничтожаем, по сути дела, тех, которые могли нас спасти, могли забрести лекарства новые, какие-то средства, приборы и так далее, которые облегчат нашу жизнь, которые сделают нас более продуктивными, повысят нашу выживаемость, жизнеспособность. Лишить человечества всех шансов на выживание. Возможно, именно это и есть главная причина всех развязанных на Земле конфликтов. Охваченная распрями планета просто не сможет позаботиться о себе. Согласно Циолковскому, мы вообще в колыбели. Земля – это колыбель человечества, понимаете? Как говорил Циолковский, нельзя всю жизнь прожить в колыбели. Вот. И, собственно говоря, вот выбраться из этой колыбели, мы, сможем выйти из колыбели, только если пройдем этот эстетический фильтр. Сможем не самоуничтоживаться в процессах вот этого прогресса, развития. Впрочем, есть и другая версия. Согласно легендам, древняя Атлантида затонула потому, что ее жители нарушили законы духовного и физического мира. Нынешние материки и острова тоже стремительно уходят под воду. И это происходит на фоне постоянно растущей агрессии, которую провоцируют сторонники нового мирового порядка. Не связаны ли эти явления? И что, если, остановив войны, мы сможем остановить и разрушительные силы природы? Ведь в первую очередь мы все живем на планете и только потом в государствах, а мир на самом деле един. И вот это я ощутил впервые, когда вышел в открытый космос в скафандре. В скафандре шлем он позволяет смотреть на 180 градусов. Влево, вправо, вверх, вниз. То есть можете повернуться к Земле и увидеть этот земной шар, как-то охватить взглядом. Этот взгляд, он вам показывает перспективу. Все границы, концепции и идеи, разделяющие нас, исчезают, когда мы смотрим на Землю сверху. Об этом говорят все космонавты, побывавшие на орбите. Вы обязательно увидите Землю как единый ковер. Я хочу сказать, что там, конечно же, никаких контуров, контуров стран или каких-то различий, границ, естественно, нет. После космических полетов происходит изменение в мировоззрении. Об этом рассказывают и те, кто побывал на орбите, и те, кто знал их до и после полета. Космонавты возвращаются на Землю с новым чувством общности, бессмысленности границ, а также с желанием заботиться об окружающей среде. Вид Земли из космоса трансформирует сознание. Земля настолько умиротворяющая, красивая, чрезвычайно красивые краски, которые повторить невозможно, и вообще неповторимые. Вот художники пытаются это перенести на бумагу, на холст. Это невозможно. Специалисты называют такую трансформацию эффект обзора. Чем больше жителей Земли смогут его испытать или хотя бы представить, тем больше будет шансов противостоять разрушающей идеологии, которую навязывают жителям Земли. Но для этого каждому нужно осознать, что все мы космонавты, которые летят в космическом корабле Земля. И если огнем объята лишь одна его часть, рано или поздно это отразится на всех. Некоторые эксперты считают, человечество станет более защищенным, если создаст единое планетарное государство. На первый взгляд эта идея утопия. Кто же захочет добровольно делиться ресурсами и отказываться от веками занимаемых территорий? Но возможно, в долгосрочной перспективе глобальное объединение это единственный способ выжить на планете Земля. Я, Анна Чапман, открыла все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм.